Завет Сраав Книга Иисуса Навина, 2 глава, с 1 по 14 стих И послал Иисус, сын Навин, из Ситимма, двухсоглядатая в тайна, и сказал, пойдите, осмотрите землю и Иерихон Два юноши пошли и пришли в дом блудницы, которой имя Раав, и остались ночевать там И сказано было царю Иерихонскому, вот, какие-то люди из сыновь Израилевых пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю Царь Иерихонский послал сказать Рааве, выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом, ибо они пришли высмотреть всю землю Но женщина взяла двух человек тех, и скрыла их, и сказала, точно, приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они Когда же в сумерке надлежало затворять ворота, тогда они ушли, не знаю, куда они пошли Гонитесь скорее за ними, вы догоните их А сама отвела их на кровлю, и скрыла их в снопах льна, разложенных у нее на кровле Посланные гнались за ними по дороге, к Иордану, до самой переправы Ворота же тотчас затворили, после того, как вышли погнавшиеся за ними Прежде нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями амарейскими за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало думать против вас Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу Итак, поклянитесь мне Господом, что, как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому Отца моего, и дайте мне верный знак Что вы сохраните в живых Отца моего и Матерь мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них И избавите души наши от смерти Эти люди сказали ей, душа наша вместо вас да будет предана смерти Если вы не откроете сего дело нашего Когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину Размышления, часть первая Под защитой блудницы Книга Иисуса Навина, 2 глава, с 1 по 7 стих Слухи о чудных делах, которые Господь садил для Израиля Разнеслись далеко, достигнув даже ушей хананейской блудницы по имени Раав Все, что она слышала о Боге Израиля, внушило ей страх Божий Она знала, что у ее народа нет никаких шансов устоять против силы Господней Далее в тексте этой главы Раав скажет, что боится Господа Но в данном отрывке ее поступок уже свидетельствует о ее вере Она прячет у себя дома двоих израильских соглядатаев И, рискуя жизнью, скрывает их местонахождение от Иерихонского царя За это, казалось бы, малое, но, тем не менее, значимое дело веры Раав упоминается вместе с Авраамом, Иаковом и Моисеем в галерее героев веры В 11 главе послания к евреям Что вы боитесь больше? Господа или мирских властей? Как ваша вера отражается на решениях, которые вы принимаете каждый день? Размышления, часть 2 Исповедание блудницы Книга Иисуса Навина, 2 глава, с 8 по 14 стих Слова Раав в стихах с 9 по 11 Говорят о ее глубоком понимании истинной сущности Бога Она не только услышала о чудных делах Божьих Но и откликнулась на них с подлинной верой и благоговением Заметьте, что она называет Бога Израиля Господом Тем самым признавая Его единым и единственным Богом Бог действует в сердце блудницы хананиянки И в критический момент использует ее В искупительном замысле о своем народе Раав умоляет соглядателев пощадить ее и ее близких За то добро, что она им сделала И те соглашаются В последствии она станет женой одного из израильтян И войдет в общество Господня Неизмеримая глубина Божьей милости такова Что Он спасает чужеземку Раав И примет в свою семью Не думали ли вы когда-нибудь Что заранее знаете Как человек отреагирует на Евангелие Потому что вам известно его прошлое Помните, что в Иоанна 3.16 говорится Что всякий верующий в Него спасется Милость Бога не знает границ Молитва Господь Благодарю Тебя За Твою великую милость Которую Ты незаслуженно явил мне грешнику Ты был верен в прошлом И я верю Что Ты останешься верен И в дальнейшем Пожалуйста Никогда не давай мне забыть всего Что Ты сделал для меня Во имя Иисуса Христа Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому